Всем привет на канале Александр М. Брест. Сегодня мы поговорим о бошевском перфораторе, точнее о его электрической части. Перфоратор у нас 226 со съемным патроном. Ну, по комплектации. Чуймадан. Везде выбито бош. Патрон для сверления обычными сверлами. Потом, сейчас начали ложить вот такие тряпочки, видимо, после трудного робочего дня личико протирать. Потом идет у нас ручка и ограничитель. Ну и естественно, сам патрон подождается съемки. Обращаю внимание, что даже на ручке выбито бош. Сбоку выбито бош. То есть, мы смотрим не на подделку, а на оригинал. Блядь, Саша не подсугывает. Честно-честно. Все, хватит. Задняя крышка у нас держится на трех болтах. Ну, в шурупах, то есть, самолет. Открутили. Снимается она. Все. Здесь у нас, опять же, все на быстросъемчиках. Берем кнопочку. Раз. И два. Вот она, кнопка. А, здесь у нас крепление сетевого провода идет на зажимах. Ну, плюс фиксируется оно одним саморезиком таким. Так. Эти проводки отгибаем. И берем шило. Значит, здесь у нас на реверсе стоят щетки. Берем пружинки аккуратно обе в сторону. Вот таким макаром. Ставим платформу реверса вот так, в среднее положение. И это все дело просто вытаскиваем пиво. Вот таким макаром. И вот, нам уже видим ротор и контактные пластины. Значит, щеточки, опять же, у нас меняются очень легко. Здесь все, опять же, на быстросъемах. Если будете менять щетки, следите, чтобы вот этот проводок попал ровно в паз туда. Щетка будет хорошо ходить. Значит, из косяков 2.26 перфоратора. У меня, кстати, был подписчик, который задавал вопросик именно по поводу этого перфоратора. В этом перфе часто бывают вот эти контактики. Вот раз. Второй стороны абсолютно идентичные. Подгорают. Подгорают с ответными пластинами. Значит, если это произошло, берем вот эту штуку, зачищаем надфильфом. Если она прогнулась, можно ее чуть-чуть выгнуть наружу, вверх. То есть, берем какую-нибудь хрень, подковырнули, и вверх чуть-чуть выгнули. Без фанатизма только. Немножко. И, естественно, ответную пластину тоже надо зачистить. Сейчас мы ее покажем. Вот эти пластинки. Крепятся они к статуру, опять же, на быстросъемах. То есть, для того, чтобы их достать, просто вот здесь отверточкой ковырнуть достаточно. Вот так. Чик. Все. То есть, пластинка уже, считай, снята. То есть, вот он контактик. С него мы сняли эту пластиночку. Значит, пластинки, бывает, подгорают вот в этих местах. Здесь и здесь. В месте переключения реверса, короче говоря. То есть, их, опять же, зачищаем надфильфом. И можно чуть-чуть подогнуть вверх. Опять же, если они прослабились. Но, опять же, без фанатизма делаем. Потом это все ставим обратно. И все. В принципе. Значит, опять же, если не хотите, чтобы у вас механика вся выводилась, берите и аккуратненько толкайте вот так. Отверточкой корпус. Вот так. Вот. Ну, в 26-ках тут скудновато залито все это дело. Резинка идет. Тоже обычная. Но она идет с ребром. То есть, надо вот так ставить. Потом. Что касательно статора. Статор в таких перфораторах не заливают. Она идет с оголенным проводом. Вот так. Но это не мешает этим перфораторам. В принципе, оставаться, наверное, поход лидерами по продажам. Настрой организации. И монтажникам. То есть, в принципе, перфоратор надежный. Главное, при выборе такого перфоратора, не нарваться на подделку. Можем по традиции, чтобы на перекос резинка не пошла. Люблюсь в Москву. Костя, ну, можно заканчивать? Ну, можно скручивать. Значит, все, я думаю, заметили, что здесь какие-то пружинки левые торчат. Не понятно, зачем. Эти пружинки нужны для того, чтобы входить вот в эти пазы, которые здесь. За счет них и есть такое жесткое переключение. Щелк, щелк. У кого двадцать шестерка есть, я думаю, те все знают, о чем я говорю. Их выдвигаем мы на серединку. Заводим аккуратненько. Берем шило, отвертку, что-нибудь. Ставим вот так по центру. И первую, и вторую. Чтобы они в эти пазы ровно вошли. И тогда только опускаем. Все, видите? Щелк, щелк. Грубенько, жестко. Как надо, короче. Потом, когда уже это сделали, берем и защелкиваем обратно пружиночки. Первый прошел. Второй прошел. Все, то есть, здесь мы разобрались. Ну и остается подключить кнопку. Значит, вы не всунете кнопку, пока реверс не ровно в положении каком-нибудь. Если будет посерединке как-то, он просто упрется ограничителем. Сделан этот ограничитель для чего? Для того, чтобы вы на работающем перфораторе не сдвинули контакты. И не смогли переключить реверс. То есть, смотрите. Вот я предостал чуть-чуть кнопку. Все. Реверс я его не могу включить. Сунул обратно. Супер. Ну и все. Здесь у нас, опять же, предусмотрены такие пазики для провода. Делайте все по-культурному. Суньте в пазики. Раз, два, три. И здесь. Все. Чтобы ничего не цеплялось, все, чтобы было хорошо. Эту проверяйте. Пыльник для провода. Тоже, чтобы встал в нужное отверстие. После этого уже берем крышечку. И просто аккуратненько это все накрываем. Все плотненько, замечательно. Осталось только закрутить. Значит, опять же. В таких вещах с большими винтовыми шурупами можно брать, допустим, если вы отверткой собираете, сначала чуть-чуть назад крутить, чтобы попасть в резьбу, а потом уже так вперед. Так просто будете меньше усилия прилагать при скрутке перфоратора. Что-то не забыл упомянуть. В этом перфораторе еще и провод есть. Кстати говоря, очень мягенький. В подделках тоже тоже мягкие провода, но, честно говоря, не настолько. Здесь просто супер мягкий силиконовый проводчик. Ну и опять же, доказательство, что здесь наша. Ни хрена не поломал. Привычка, все равно. В одно, и во второе крутится. То есть, опять же, менять щетки в таких перфораторах мега просто. Опять же, какую-то проблему по электрике устранять тоже проблемы не вижу. Поэтому, подписывайтесь на мой канал, комментируйте видео, ну и хватит.